На имя президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева проступают поздравления от глав иностранных государств и правительств, руководителей международных организаций и общественных деятелей по случаю 28-й годовщины государственной независимости нашей страны. Его превосходительству, господину Шавкату Мерзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Ваше превосходительство, мне доставляет огромное удовольствие направить Вашему превосходительству и всему узбекскому народу сердечные поздравления и приветствия по случаю 28-летия независимости Узбекистана. Индийско-узбекские отношения стратегического партнёрства укрепляются с каждым годом. Визиты Вашего превосходительства в штат Гуджарат в январе текущего года и ранее в Индию вывели двустороннее сотрудничество на новый уровень. Уверен, что наше стратегическое взаимодействие получит дальнейшее развитие и ещё более широкий масштаб в ближайшие годы. Пользуясь случаем, желаю Вам Ваше превосходительство крепкого здоровья, благополучия, а дружественному народу Узбекистана, мира и долговечного развития. Ваше превосходительство, примите уверение в моём высочайшем уважении. Нарин Драмоди, премьер-министр Республики Индия. Его превосходительству господину Шавкату Мерзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Ваше превосходительство. Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам искренние поздравления в связи с Днём независимости Республики Узбекистан. Пакистан и Узбекистан связывают доверительные и дружественные отношения, основанные на общей религии, прочной исторической и культурной общности. Пакистан заинтересован и впредь расширять двусторонние связи в сферах, представляющих взаимный интерес. Уверен, что сотрудничество будет укрепляться во благо народов наших стран. Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству доброго здоровья и счастья. О братскому народу Узбекистана вечного процветания и благополучия. Ваше превосходительство. Примите уверение в моём высочайшем уважении. Ариф Алви. Президент Исламской Республики Пакистан. Его превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Ваше превосходительство. Мне доставляет огромное удовольствие от имени правительства, народа Пакистана и от себя лично, от всей души, поздравить вас, Ваше превосходительство, правительство и народ Узбекистана с 28-летием независимости Республики Узбекистан. За минувшие годы отношения между нашими странами, имеющими общие культурные и исторические корни, превратились в прочные братские связи. Пакистан заинтересован в дальнейшем расширении масштаба этих дружественных Уз. Ваше превосходительство. Воскресение в моем высочайшем уважении. Имран Хан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан. Его превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Ваше превосходительство. Искренне поздравляю вас, Ваше превосходительство, правительство и народ Республики Узбекистан с Днем Независимости страны. Дружественные связи между нашими странами последовательно развиваются и углубляются. Уверен, что этот процесс будет продолжен в интересах сторон, во благо укрепления региональной безопасности и стабильности. Пользуясь случаем, прошу у Всевышнего благополучные жизни Вам, Ваше превосходительство, а также счастья и процветания дружественному и братскому народу и правительству Республики Узбекистан. Хасан Рухани, президент Исламской Республики Иран. Его превосходительству, господину Шавкату Мерзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Уважаемый Шавкат Миромонович, От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Узбекистана с национальным праздником Днем Независимости. Нас радуют важные преобразования, происходящие в общественно-политической жизни братского Узбекистана. Успехи, достигнутые в социально-экономической области, растущей с каждым днем международный авторитет страны. Уверен, что дальнейшее укрепление Азербайджана узбекских межгосударственных отношений и стратегического партнерства, углубление в двустороннем и многостороннем порядке нашего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут вносить вклад в благосостояние наших народов. Уважаемый Шавкат Миромонович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана, долговечного мира и благополучия. С уважением Ильхам Алиев, президент Азербайджанской республики. Его превосходительству, господину Шавкату Мирзиёеву, президенту республики Узбекистан. Уважаемый Шавкат Миромонович, от имени белорусского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником, Днём Независимости. В Беларуси искренне рады заметным успехам дружественного Узбекистана в социально-экономическом развитии, неуклонному усилению позиций страны на международной арене. Высоко оценивая сегодняшний уровень белорусско-узбекских отношений, основанных на добрых традициях взаимопонимания и поддержки, уверен в дальнейшем укреплении межгосударственного стратегического партнерства. Убежден, что исторический визит президента республики Узбекистан в республику Беларусь 31 июля-1 августа 2019 года стал значительным импульсом для расширения связей между регионами, эффективной реализации совместных проектов в различных сферах. От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, здоровья, неиссякаемой энергии и достижения поставленных целей. О братскому узбекскому народу мира и процветания. С уважением, Александр Лукашенко, президент республики Беларусь. Его превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, президенту республики Узбекистан. Господин президент, примите мои сердечные поздравления с Днём Независимости Республики Узбекистан. С большим удовольствием вспоминаю свой визит в Узбекистан, который произвёл на меня глубокое впечатление и наш подробный и доверительный обмен мнениями. Этот визит, как и Ваш визит в Германию в начале этого года, стал вкладом в создание хорошего фундамента для дальнейшего успешного развития наших взаимоотношений. Германия и впредь будет оказывать Вам поддержку в продолжении Вашей смелой политики реформ. Желаю Вам благополучия, а народу Узбекистана мирного будущего в условиях свободы, безопасности и растущего благосостояния. Франк Вальтер Штайнмайер, президент Федеративной Республики Германия. Его превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, президенту республики Узбекистан. Господин президент, в связи с национальным праздником Республики Узбекистан, рад выразить Вам от своего имени и от имени французского народа искренние поздравления, а также пожелания счастья и процветания народу Узбекистана. Приветствую все большее сближение Французской Республики и Республики Узбекистан, выраженное в ходе Вашего официального визита во Францию в октябре 2018 года и последующего визита в Ташкент и Самарканд государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Франции Жанна Батиста Лемуана в апреле этого года. Данные визиты подтверждают взаимную заинтересованность двух стран в интенсификации политического диалога, следующим шагом в рамках которого станут двусторонние политические консультации, запланированные на ноябрь текущего года в Париже. Перспективными направлениями сотрудничества являются экономика, туристическая инфраструктура, авиация и устойчивое развитие. Надеюсь, что торговые связи между Францией и Узбекистаном продолжат углубляться в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе Вашего официального визита в нашу страну. Приветствую Ваши усилия по укреплению региональной безопасности и урегулированию ситуации в Афганистане. Франция поддерживает Ваши стремления в этом направлении. Прошу Вас, господин президент, принять уверение в моем глубочайшем уважении. Эммануэль Макрон, президент Французской Республики. Его превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Господин президент, в связи с годовщиной провозглашения Узбекистаном государственной независимости, позвольте выразить Вам самые сердечные поздравления, а также искренние пожелания процветания дружественному народу страны. Ваш предстоящий визит в Италию создаст новые условия для укрепления дружбы между нашими народами и дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей между Ташкентом и Римом. С такими надеждами и в ожидании нашей встречи в Крелинальском дворце желаю крепкого здоровья и всего наилучшего Вам и Вашей стране. Серджио Моторелло, президент Итальянской Республики. Поздравительные послания продолжают поступать.